здравствуйте дорогие друзья приветствую всех на канале разведение дискуссов в краснодаре очень часто мне задают вопросы либо обращаются за помощью когда покупатель покупает новую рыбу и сажает ее без проведения карантинных мероприятий то есть обращают за помощью если бактериальная инфекция возникает либо что делать как это предупредить и что нужно для этого сделать чтобы такого не возникало в этом видео я вам расскажу об известных мне способах карантина рыбы всего их будет три вида это будет обычный химический и символический чтобы минимизировать возникновение конфликта бактерии значит что вам нужно во-первых вне зависимости от того какой у вас объем аквариума сколько у вас там рыбок при покупке новой рыбы вы всегда должны иметь подсадник объемом от 50 до 100 литров то есть 50 80 75 100 литров в эту банку вы заливаете свою аквариумную воду остойный водопровод то есть один к одному запускаете эту баночку то есть механический фильтр температура 30 градусов и аэрация то есть воздушный пузырь затем как только приходит новая рыба вы сажаете ее в эту баночку самое главное чтобы эта баночка желательно у вас находилась в отдельной комнате чтобы не было переноса бактерий воздушно-капельным путем либо когда вы там покормили одну рыбку покормили другую руками залезли в одну банку залезли другую банку либо подсифонили сифоном то есть воздушно-капельным путем может даже если нет у вас контакта с одной и со второй банкой чужая бактерия может занестись по воздуху после этого когда вы посолили рыбку первый вариант и химические рыба у вас находится в отсаднике около недели пока рыба там находится вы ее в обычном режиме форме то есть один-два раза в день сифоните желательно вам завести отдельный сифон и подмениваете каждый день по 5 10 процентов в зависимости от объема вашего отсадника водой которой находится ваша рыба то есть аквариумной водой таким образом мы делаем постепенную прививку биологии вашей это этой же рыбы если в течение недели все хорошо рыбка кушает там распушилась адаптировалась вы подсаживаете какого-нибудь дискуса в этот отсадник и наблюдайте за рыбой если в течение двух-трех дней все хорошо рыбу можно без опасения пересаживать в общую банку второй способ это уже химический когда вы рыбу принимаете сразу сажаете в общую банку и обрабатываете ее химическими средствами то есть это халамин или хлорамин я склоняюсь больше хлорамину т потому что это самый эффективный препарат который вам может помочь в трудную минуту даже если вы случайно посадили без карантина рыбку у вас появились первые симптомы бактериальной инфекции поджитие плавников отделение слизи паутинка отделение слизи потемнение ухудшение аппетита даже бывает крупная рыба на бок ложится на дно это первый признаки симптома и главное их вовремя заметить если вы вовремя заметите и начнете лечение то рыбу можно вылечить за два-три дня легко спокойно но если вы не заметите то сожалению лечение удлиняется до семи десяти дней пока рыба полностью не выздоровеет то есть химический способ это вы сажаете рыбу сразу в банку и вносите хлорамин т первое внесение 1 грамм на 100 литров воды три дня вы не меняете воду на третий день подмена 30 процентов и до вносите хорамин т из расчета 0 7 грамм на 100 литров воды начиная с 3 по 5 день каждый день делайте подмену по 10 процентов и вносите хлорамин т дозировки 0 7 грамм на 100 литров воды таким образом при такой схеме как профилактика и лечение можно как предупредить бактериальную инфекцию так и и быстро принципе вылечить при этом я соль не вношу потому что имел горький опыт от внесения соли повышается уровень солей в аквариуме рыбка может дополнительно стрессовать и выздоравливать и так быстро и самое главное хлорамин т нельзя применять если у вас травник и если у вас креветки вот если у вас стрельник как у меня то можно применять без опаски при обработке хлорамином т температура при лечении бактериалки либо карантин оставляется 30 градусов по крайней мере я делаю 30 градусов но можно сделать ниже то есть 2829 чтобы у вас был лучше кислородный режим усиливается аэрация кормится рыба один-два раза в день по крайней мере мы кормим рыбу один-два раза в день вашем у любого разводчика любой разводник любой водит даже у любителя у каждой рыбы есть свой штамм бактерии своя биология и при объединении этих рыбок возникает конфликт бактерий может 80 процентных случаях возникает бактериальная инфекция теперь мы поговорим о символическом методе то есть если у вас нету отсадника не то карантинника но вам приехала новая рыбка вы ее переводите капельным путем на свою воду в этой воде то есть 10 литрового ядра воды берется у вас находится рыбка туда опускаете аэратор если у вас холодно квартире то желательно опустить грелку то есть на 10 литровой воды эта грелка обычно мощностью 25 50 бат не больше делайте температуру 29 30 градусов и вносится соль обычная пищевая поваренная 2 столовых ложки самое главное просто вносите соль и под воздействием аэрации она сама размешивается ни в коем случае не делайте солевой раствор то есть весело вы кошки соли растворить и влить ни в коем случае при внесении солевого раствора будет химический ожог у рыбы можно сжечь плавники слизистую там жабры слизистую тело поэтому просто соль весело кошки соли внесли и аэрацию таким образом рыба вас должна обработаться хотя бы минимум три часа после этого можете попробовать объединять рыбу и таким образом вы минимизируете риск возникновения конфликта бактерий вот такое маленькое получилось видео есть одно поможет новичкам при карантине рыбы и допущение возникновения конфликта бактерий всем спасибо за просмотр до новых встреч здоровья вам и вашим рыбкам